Девушки отдыхают А именно о том, как машинное обучение помогает отбирать столкновения на начальном этапе обработки данных на коллайдере. Конечно же, эта система должна работать онлайн, как говорил вам Федор. И поэтому некоторая часть рассказа будет посвящена также тем, тому моменту, как мы внедряли нашу обученную модель уже в систему онлайн. Поскольку очень много технических деталей, то слайды подготовлены на английском языке, но рассказывать я буду, конечно, на русском. Небольшая прелюдия. Федор рассказал, что на коллайдере происходит несколько миллионов столкновений в секунду. И на самом деле мы видим следующую картину. Мы видим только лишь хиты, оставленные частицами в детекторе. На данной картинке изображен детектор эксперимента LHCB, о котором я далее буду подробнее рассказывать. Один из четырех экспериментов на Большом адронном коллайдере, который занимается изучением нарушения симметрии материи и антиматерии при распадах частиц, которые содержат B-кварки, то есть изучают B-физику. Соответственно, что происходит после того, как мы получили эти хиты? Собственно, происходят алгоритмы распознавания, а именно запускаются алгоритмы реконструкции, восстановления треков. После чего мы получаем примерно такую картинку. Здесь линия — это, собственно, восстановленный трек частицы, который был ей оставлен и задетектирован детектором. При этом начало трека на самом деле нам неизвестно. Мы не знаем, где он. Если нарисовать проекцию этой картинки, то небольшой участок всего столкновения можно представить в следующем виде. И что же мы хотим здесь найти на самом деле-то? Из всего этого большого, огромного зоопарка частиц мы хотим найти всего лишь конкретный один распад. И в данном случае, например, мы хотим найти распад заряженного B-мезона в две частицы, а именно в Каон и Джипси. Все осложняется тем, что, как говорил он Федор, мы ищем редкие очень распады. Они случаются очень-очень редко. И, соответственно, нам очень важно не пропустить столкновение, где этот распад появился, чтобы говорить потом о физическом открытии с большой достоверностью. Ну, и, собственно, это была небольшая прелюдия. И давайте перейдем, собственно, к теме доклада, а именно поговорим о том, что такое триггерная система, зачем она нужна, как она устроена. Далее поговорим о структуре данных, о самих данных, о том, как обучать модель, как проверять качество. Я расскажу подробнее, какие методы у нас работали, какие не работали. И в заключении поговорим, конечно же, о том, как нашу обученную модель внедрять в систему онлайн. Давайте начнём. Собственно, поговорим сначала о том, что же такое триггерная система. Передо мной несколько докладчиков уже сделали упоминание о том, что это такое. Итак, у нас на коллайдере происходит 40 миллионов столкновений в секунду. И из этих, соответственно, мы хотим искать какие-то распады и хотим эти столкновения записать на жесткий диск, на ленты. И у нас тут встают сразу две проблемы. Первая проблема — это в том, что мы не можем... У нас есть ограничение по скорости чтения данных с детекторов, а вторая проблема — это в том, что мы ограничены в самом объеме доступной памяти, на которую мы можем использовать, чтобы записать наши столкновения на жесткий диск. В результате чего, как правило, в экспериментах в физике высоких энергий используется триггерная система, а именно система, которая должна в режиме онлайн говорить вам «Это событие нам интересно, нам его нужно сохранить на жесткий диск, на наши ленты, или же мы должны это событие отправить в небытие и удалить, из него вообще навсегда забыть». Соответственно, как правило, триггерная система делится на два этапа. Первая часть — это аппаратная часть, вторая часть — это, собственно, программная, software trigger. После чего происходит, собственно, оффлайн-обработка событий, наших столкновений, и совершается, например, какое-нибудь открытие, например, подтверждение существования бозона Хиггса. Собственно, о том, как делается оффлайн-обработка, более подробно расскажет следующий докладчик. Аппаратный триггер, собственно, его задача — обработать 40 миллионов столкновений в секунду, и на выходе этого триггера мы должны иметь уже несколько сотен тысяч столкновений в секунду. Ну и, соответственно, уже сейчас здесь применяется на этом этапе машинное обучение активно. Например, происходит идентификация электрона, или же, например, задача регрессии о восстановлении энергии частиц. Подробнее об аппаратном уровне, как именно машинное обучение сейчас перекладывается на железо, я расскажу в заключении. Ну, соответственно, давайте перейдем к программному триггеру. Что он делает? Он получает выходной поток от аппаратного триггера, а именно несколько сотен тысяч столкновений в секунду, и должен на выходе своем выдавать только лишь несколько тысяч. А в некоторых экспериментах очень важно даже получать несколько сотен только столкновений в секунду. Ну, если при обучении аппаратного триггера мы можем использовать только низкоуровневую информацию, то, например, на программном уровне уже в эксперименте LHCB конкретно происходит полная реконструкция столкновения. Что это такое? Именно у нас есть хиты детектора, мы восстанавливаем из них треки, после чего мы пытаемся наши треки сводить в вершины, в которых, собственно, нестабильные частицы распались. Далее мы подсчитываем разные физические характеристики наших величин, тех частиц, которые распались нестабильные, и продуктов их распада. А именно, подсчитываются инвариантные массы, подсчитываются импульсы, энергии, расстояния, которые пролетели частицы, углы, под которыми они летели. И, соответственно, вся эта информация используется триггером для того, чтобы принять финальное решение, сохранять нам наши столкновения или нет. И здесь сейчас активно применяется машинное обучение, а именно в эксперименте LHCB есть один из программных триггеров. Это топологический триггер, в котором сейчас активно используется машинное обучение. Ну, собственно, далее о нем как раз и поговорим. Но прежде чем начать, давайте ведем несколько определений, обозначений, чтобы нам было проще разговаривать. Соответственно, столкнулись у нас два протона. Место, где они столкнулись, будем называть первичной вершиной. Далее у нас породилось самое разнообразное число частиц. Они пролетают какое-то расстояние и снова распадаются. Эти частицы, как правило, называют нестабильными частицами. Распались продукты распада мы детектируем нашим детектором. В данном примере, значит, те места, где у нас распадаются нестабильные частицы, мы называем вторичными вершинами. Соответственно, в данном примере у нас есть две вторичные вершины в нашем столкновении, а именно распады B и D-мизонов, о которых мы сегодня будем как раз-таки говорить. И продукты распада — это кооны и пионы, которые, собственно, детектируют наш детектор. Соответственно, мы говорим, что столкновение для нас интересное, и мы его хотим сохранить, если у нас произошел распад частицы, которую мы хотим исследовать или открыть, на необходимые продукты распада. Но, соответственно, в данном случае, если у нас, допустим, был B-мизон, который распался на D-мизон и P-плюс, соответственно, мы говорим, что в этом случае наше столкновение интересно. Ну, собственно, давайте перейдем к триггерной системе. Значит, здесь представлена краткая схема всей триггерной системы для эксперимента LHCB. Что у нас есть? У нас есть наши 40 миллионов столкновений в секунду. Дальше идет... Хорошо. Идет аппаратная часть триггера. Далее идет нижняя строчка, соответственно, желтая. Это наш программный триггер, который состоит, на самом деле, из трех компонент. Значит, один триггер — это мионный триггер. Второй триггер определяет, был ли распад очарованных частиц. И, собственно, третий триггер — это топологический триггер, о котором мы сейчас и поговорим. Что же это такое? Топологический триггер должен смотреть на структуру распада, а именно на то, какие частицы у нас родились, какие у них были свойства, какое расстояние они пролетели от момента рождения до момента распада. И, соответственно, определять, что у нас произошел распад частиц, которые содержат в себе B или C кварки. Это эквивалентно тому, что мы хотим искать распады B и D мезонов. И на слайде представлена характерная длина пролета частицы до того момента, когда она распастся. Соответственно, особенность триггера состоит в том, что мы хотим, чтобы он искал не один конкретный распад, а целую серию распадов, чтобы он умел определять все возможные структуры распадов B и D мезонов, для того, чтобы уже дальше каждая отдельная группа физиков делала поиск конкретного определенного распада. Ну и идея, в принципе, очень простая. Мы хотим находить столкновения, в которых произошел один из следующих сюжетов. Сначала на левом верхнем графике мы, собственно, хотим искать те треки, те частицы, которые имели большой поперечный импульс. Второй момент — это мы хотим искать те треки, частицы, которые находятся не на некотором расстоянии от первичной вершины. Что это будет означать? На самом деле это будет означать, что у нас в первичной вершине, если родилась нестабильная частица, она успела пролететь некоторое расстояние, после чего распалась. Как раз-таки B и D мезон пролетают некоторое расстояние, после чего распадается. И, собственно, если мы детектируем трек, который находится на расстоянии, то как раз-таки это означает, что была нестабильная частица, которая пролетела некоторое расстояние до того, как распалась. И, естественно, мы хотим искать, собственно, сами распады B и D-мизонов, когда они распадаются на несколько продуктов распада. На две частицы, на три частицы, на четыре более. И, соответственно, здесь представлено на нижнем графике, что у нас происходит распад некоторой нестабильной частицы во вторичной вершине на два продукта распада и на правом, соответственно, на три продукта распада. Что еще бывает у нас в данных? На самом деле понятно, что алгоритмы реконструкции — это некоторые приближенные алгоритмы. Естественно, мы можем не восстановить все продукты распада. В том числе может происходить ситуация, когда наш продукт распада вылетел за пределы детектора, и мы его вообще, в принципе, не задетектировали. Что же нам тогда делать? На левом графике, собственно, приведен пример. Когда у вас родился B-мизон, он пролетел некоторое расстояние и распался на три продукта распада, два из которых мы задетектировали, мы их восстановили, а третий мы не восстановили, мы его потеряли. Значит, что делается? Значит, подсчитывается инвариантная масса нашей частицы, которая распалась, исходя из инвариантных масс продуктов распада. Что мы увидим? Если мы посмотрим на этот признак инвариантной массы, то мы увидим, что эта масса не находится в диапазоне там, где находится инвариантная масса нашего B-мизона. А это означает, что мы скажем, что наше столкновение, в данном случае для вот этой вторичной вершины, оно нам неинтересно, потому что мы вылезли за пределы массы распадов B-мизонов. Собственно, точно распался не B-мизон. Что мы можем сделать, чтобы спасти такие события от забвения? Поступаем следующим образом. Мы знаем, на самом деле, реконструированную первичную вершину. Этот процесс делается в процессе реконструкции. Значит, мы знаем истинный путь нашего B-мизона, что он летел из первичной вершины в какую-то точку пространства. У нас есть оцененный импульс, посчитанный из двух продуктов распада. Соответственно, мы хотим посчитать, на самом деле, минимальный потерянный импульс, который будет ортогонален направлению нашего истинного движения, таким образом, чтобы, если мы сложим наш оцененный импульс и вот этот минимальный импульс, то его направление было сонаправлено с истинным направлением нашего движения. Собственно, именно это и делается. После того, как мы подсчитали такой минимальный импульс, мы пересчитываем нашу инвариантную массу. Ну, собственно, называется переменная скорректированная инвариантная масса. Как же проверить, что она в действительности будет работать и поможет нам находить распады, в которых мы потеряли какие-то продукты распада? Ну, проводим эксперимент. Берем распад B-мезона, например, на три продукта распада, на три дочерние частицы. И считаем, что две из них мы восстановили, а одну мы потеряли. Дальше мы, соответственно, реконструируем нашу инвариантную массу и увидим на левом графике серое распределение. Мы берем, строим этот признак инвариантной массы в нашем датасете просто. И масса B-мезона должна лежать около пяти гэв. И это означает, что, смотря на это серое распределение, мы поймем, что это был распад не B-мезона. Но мы не хотим такой ситуации. Мы подсчитываем скорректированную массу и получаем черное распределение, где видно, что теперь у нас оно распределено именно около пяти гэв. Соответственно, мы будем думать, уже просто заглядя на этот признак, что потенциально был распад B-мезона. Что делаем дальше? Нам тоже надо проверить, в том числе, что если мы восстановили все продукты распада, то наш признак не будет портиться. Соответственно, мы берем распад B-мезона на три частицы, считаем, что все они восстановились, подсчитываем инвариантную массу, получаем серое распределение. В нашем датасете распределение признака. И видим, что оно распределено около пяти гэв. Все правильно, так и ожидалось. Что больше с нашей корректированной массой? Черное распределение, мы видим, что оно немножко размазалось, но в принципе хорошо аппроксимирует ту инвариантную массу, которую мы в действительности оценили. Такой фич инженерик устраиваем. Ну, хорошо. Мы реконструировали из хитов треки, получили вторичные вершины, получили некоторые признаковые описания, посчитали такой хороший признак, как скорректированная масса, для того, чтобы наш топологический триггер умел работать с распадом, где у нас потерялись какие-то продукты распада, он умел правильно говорить, глядя на эту скорректированную инвариантную массу, что в действительности был распад B-мезона. Собственно, что нам делать? Как нам принять финальное решение о том, что нам это событие, нам это столкновение интересно? Собственно, применим машинное обучение, соединим вместе физику и анализ данных. Значит, что у нас есть? У нас есть сэмплы, а именно это набор столкновений, для которых мы хотим решать задачу бинарной классификации, именно определять, интересно нам столкновение или неинтересно, спасти его от небытия или не спасать. Ну и, соответственно, что мы знаем про эти столкновения? У нас есть набор треков и признаков описания треков, у нас есть набор вторичных вершин и признаков описания вторичных вершин, физические характеристики, но для каждого столкновения количество треков и вторичных вершин различно. И мало того, эти множества являются неупорядочными. Собственно, как быть? Разобьем наш триггер на три части составные. Значит, первый триггер — HLT1, называемый трек. Он будет смотреть на каждый трек в отдельности, говорить, интересен нам он или нет. Если нам трек интересен, то он проходит наш отбор дальше. Вторая часть триггера — это HLT1 True Body, так называемый. Он будет проводить неполную реконструкцию столкновения, а именно будет соединять треки, только лишь два трека, во вторичную вершину. Соответственно, будет смотреть на конкретно взятую вторичную вершину и говорить, интересно нам или нет. Соответственно, те вершины, которые прошли отбор у нас, мы переходим на следующий этап. И финальный триггер будет проводить, собственно, полную реконструкцию, более точную, а именно восстанавливать вершины, состоящие из двух, трех, четырех и более треков. Большее количество число продуктов распада. Соответственно, опять-таки, он будет смотреть на отдельно взятую, такую реконструированную вторичную вершину и говорить, интересно нам или нет. Пару слов про трековый триггер. Значит, на этом уровне используются только два признака, нам доступно. Это поперечный импульс и, собственно, расстояние от трека до первичной вершины. И вспоминаем картинки, которые я до этого показывала в идее топологического триггера. Собственно, эти именно моменты нас с точки зрения физики интересуют, эти два признака мы только используем. Здесь решающее правило очень простое. Оно имеет простой явный формульный вид. Два вершинных триггера, они очень похожи по структуре, по тем данным, которые они используют. Поэтому принцип так как схожий, то расскажу только про финальную часть, когда у нас есть полностью реконструированная вершина уже. Соответственно, что мы имеем? У нас есть столкновение. Для данного вершинного триггера оно представляется набором вторичных вершин. Перед этим у нас происходит отбор этих вторичных вершин. Далее мы принимаем финальное решение нашим вершинным триггером, прошла, интересна нам данная вершина или нет. В конце концов, мы говорим, что все столкновение нам интересно, если хотя бы одна вторичная вершина у нас осталась. Как раз таки это означает, что у нас произошел какой-то интересный распад B или домизона, который мы хотим изучать. Поэтому мы должны его сохранить. Собственно, датасет у нас состоит из набора всех вторичных вершин для всех столкновений. И признаковое описание — это физические характеристики. Мы хотим распознавать структуру распадов B и домизонов от всего остального, что у нас в принципе может быть. Пару слов о том признаковом описании, которое у нас есть. Будем рассматривать вторичную вершину и частицу, ассоциированную с ней, помеченную желтым цветом. Мы знаем, сколько продуктов распада у нее, а именно количество треков. Дальше мы знаем поперечные импульсы этих продуктов. Про саму частицу, нестабильную, которая распалась, мы знаем ее инвариантную массу. Мы знаем скорректированную инвариантную массу, про которую мы уже знаем, что это очень хороший признак. Далее мы знаем поперечный импульс ее, посчитанный, собственно, из дочерних частиц. То есть знаем расстояние от точки распада ее, от момента рождения частицы до точки распада ее. Еще нам даны, собственно, расстояние от наших треков до первичной вершины. Это так называемое прицельное расстояние. Оно дано как для нашей нестабильной частицы, так и для ее продуктов распада. И еще мы знаем угол, под которым находится наш трек по отношению к оси столкновения, а именно оси Z. Ну все замечательно. Казалось бы, у нас есть данные, у нас есть признаки, запускаем машинное обучение. Проблема в том, что откуда нам взять размеченные данные? Мы хотим искать очень редкие распады, которые, в принципе, могут и даже не существовать. Мы не можем посадить асессоров, как делается в поиске, и попросить их, вот разметьте мне, пожалуйста, эти столкновения, найдите мне конкретные распады. Мы хотим, чтобы за нас машинное обучение это и делало. Мы разметить не можем. Что остается делать? Свет простой. Симулировать. Будем симулировать протонные столкновения, заранее заложив известную нам физику о том, какие процессы мы хотим искать. Просимулировали, получили столкновения, которые мы помечаем как интересные, поскольку мы закладывали туда интересную нам физику. Как получить второй класс столкновений? Соответственно, берем, симулируем обычные столкновения, не закладывая никакую физику, помечаем их как неинтересные. Конечно, при этой симуляции этих столкновений, которые мы пометили, как неинтересные, у нас будут происходить наши редкие распады, но они будут существенно подавлены в нашем сэмпле. Как говорил Федор, порядок будет 10 в степени 6 больше. То есть они очень редки. По факту мы можем считать, что у нас никакого интересного столкновения и не произошло. И, соответственно, вспоминаем, какое ограничение наносит сама задача на триггерную систему. У него ограничена пропускная способность, а это означает, что в терминах тех симулированных данных, которые мы получили, мы можем считать, что наши неинтересные столкновения, они эмулируют реальный поток, который будет поступать на триггер, где у нас куча неинтересных столкновений и очень редко случаются интересные столкновения. И, соответственно, ограничение на пропускную способность эквивалентно ограничению доли прошедших неинтересных столкновений наш триггер. А именно ограничен false positive rate. Он фиксирован в данном случае. При наших экспериментах мы симулировали 30 различных распадов. И для обучения нашего триггера использовали только 6. Значит, 6 характерных распадов. Почему так? Остальные распады были использованы для отложенного тестирования, чтобы проверить наверняка, что наш триггер не переобучился на конкретный тип распадов наших B или D-мизонов. И в том числе проверить, что триггер имеет хорошую обобщающую способность на других распадах. При этом, если, например, мы хотим открыть ту частицу, которую мы даже не симулировали. Но структура распада такая же, и триггер способен это находить. Что мы делаем? У нас есть сэмплы размеченные, мы обучаем классификатор на вторичных вершинах, определяем, какие из них неинтересны и интересны. И далее мы, собственно, определяем, находим порог классификатора таким образом, чтобы у нас количество неинтересных столкновений было фиксировано. И подсчитываем тогда для каждого нашего симулированного интересного столкновения, а именно каждого распада, подсчитываем долю прошедших интересных столкновений наш порог классификатора. И видим следующую картину. Здесь каждый цвет представляет собой отдельную модель, а именно, например, обученный градиентный бустинг, нейронные сети, логистическая регрессия и так далее. Соответственно, мы видим, что на одних подмножествах распадов у нас один классификатор лучше, на других другой. Хотелось бы иметь какую-то хорошую, не обязательно хорошую, агрегированную метрику, которая бы нам могла померить качество в целом, для того, чтобы мы могли оптимизировать наши модели и говорить, какая из них лучше. На помощь приходит всем известный рок-кривая, которую мы будем строить не на вторичных вершинах, а, собственно, на столкновениях. Что мы делаем? У нас есть предсказания для наших вторичных вершин. Мы из них каким-то способом подсчитываем предсказания для целого столкновения. И после этого строим рок-кривую, собственно, на интересных и неинтересных столкновениях. Здесь надо не забыть обязательно отнормировать наши распады, а именно, чтобы вклад от нашего разного типа распада в эту рок-кривую был одинаковый. Иначе у нас будет дисбаланс по нашим распадам. И, как вы помните, пропускная способность, на самом деле, эквивалентна тому, какое доступное место у нас есть. В принципе, это число может варьироваться. Поэтому в нашей задаче мы рассматривали некоторый диапазон. А именно, мы рассматривали данный регион, где у нас качество, пропускная способность триггера варьируется от 2500 столкновений в секунду до 4000 столкновений. И мы оптимизируем маленький регион рок-кривой, собственно, при низком false positive rate. Здесь представлена зависимость нашего качества для каждого распада в зависимости от той пропускной способности, которую мы выберем. Видно, например, что для второго и третьего распадов у нас доля интересных столкновений, прошедших отбор, существенно возрастает по сравнению с другими каналами. И, собственно, это может служить важным аргументом для менеджмента в эксперименте, если мы к ним обращаемся и говорим, что нам нужно больше места для того, чтобы сохранять наши столкновения, соответственно, это будет больше денег. Поскольку в этом случае у нас большой прирост качества, а это означает, что наше физическое открытие, которое мы сделаем для этих распадов, будет сделано с большей достоверностью, чего, собственно, мы и хотим добиться. Ну, хорошо. Мы проводили много разных экспериментов. Значит, расскажу про один интересный. Можно много чего пробовать. В том числе, например, можно пробовать изменять функцию потерь, которую оптимизирует классификатор в процессе обучения. А именно, мы будем… Значит, классификатор обучается предсказывать вероятность того, что данная вторичная вершина интересна или неинтересна. По формуле внизу мы можем пересчитать, значит, определить предсказание для всего столкновения, исходя из предсказания, насколько интересны вторичные вершины, входящие в это столкновение. Ну и, соответственно, классификатор будет оптимизировать функцию потерь, а именно логистическую функцию потерь, используя определенные вероятности для столкновений. Ну и все эксперименты примерно дали следующий результат. Мы получили очень схожие значения ROC-кривых для всех наших экспериментов в том регионе, в котором мы оптимизировали, собственно, в регионе низких false positive rate. Позже я задумалась над тем, что же можно еще такого сделать с данными, чтобы получить существенный прирост качества. И, собственно, возникает следующая идея. Когда мы симулируем именно интересные столкновения, у нас в процессе столкновения двух протонов может родиться один, редко два, три или больше в эмизонах. То есть, как правило, рождается один. А в данных у нас на самом деле для каждого столкновения может находиться до 50 вторичных вершин. Это означает, что у нас куча шумовых вершин, которые помечены как интересные. Что с этим надо делать? Ну, на помощь приходит сразу, что можно быстро придумать, случайный лес. Будем обучать на наших вторичных вершинах случайный лес как алгоритм, устойчивый к разметке выборки. И далее для каждого столкновения мы будем выбирать только те вторичные вершины. Мы будем выбирать их только одну или две, можно три пробовать, которые имеют наибольшее предсказание случайного леса. Соответственно, мы отобрали потенциально хорошие вторичные вершины из наших интересных столкновений, и теперь их обучаем против всех неинтересных, которые у нас были даны. И видим следующую картину. Здесь красная рог-кривая представляет собой модель, обученную на всех вторичных вершинах. Все остальные — это различные модификации подхода, как вы можете предобработать ваши вторичные вершины, отобрав наиболее достоверные, что они действительно интересные, из вашей выборки помечены как интересные. И видим, что в этом случае у нас получается прирост качества от 2 до 3% по True Positive Rate. Из всех экспериментов это был очень существенный прирост качества. Хорошо, у нас были данные, мы провели реконструкцию, мы обучили алгоритмы, исследовали данные, что-то интересное в них заметили, а может и не заметили. В общем, мы большие молодцы, но, как известно, история не заканчивается на этом. У нас приходит онлайн-система, и нам нужно вставлять нашу модель туда. Оказывается, что предсказания должны быть очень быстрыми, поскольку мы должны успевать обрабатывать поток, который нам поступает. Оказывается, что мы не такие быстрые, нам нужно ускорять нашу модель. А именно, финальной моделью мы выбрали технологию Яндекса, именно MatrixNet, надеюсь, что многие слышали про него, который включал в себя несколько тысяч деревьев. Нам необходимо было ускорить операцию предсказания. Собственно, для того, чтобы ускорить, мы попробовали два подхода. А именно, первый — это Bonsai Boosted Decision Tree формат и Post Pruning. Подробнее о каждом из них. Bonsai Boosted Decision Tree формат, или BBDT, кратко как его называют, сейчас физики высоких энергий, назван так по аналогии с японской техникой выращивания небольших деревьев, и в горшочках. Ну, собственно, что мы делаем? У нас есть признаки. Мы их, для каждого признака, мы выбираем фиксированное число интервалов, после чего каждому значению признака мы ставим в соответствии номер интервала, в который он попал. То есть мы проводим дискретизацию. Фактически это эквивалентно тому, что у нас появляется нмерная таблица, где каждым измерением является признак, а длина измерения, собственно, это количество интервалов, на которые мы данный признак разбили. И фактически у нас получается взаимоднозначное соответствие между нашим дискретизированным сэмплом, где значению признака мы приписываем номер интервала, и нашей нмерной таблицей. Что мы дальше делаем? На этих дискретизированных сэмплах мы обучаем градиентный бустинг, и после этого мы можем предпросчитать наши предсказания для всех возможных дискретизированных сэмплах. А именно, так как элементу матрицы у нас соответствует какой-то сэмпл дискретизированный, мы берем этот сэмпл, предсказываем его, и предсказания записываем в эту таблицу. Значит, все бы хорошо, вроде как большие молодцы, можем взять много интервалов, но приходит второе ограничение, нам говорят, что вы можете использовать только один гигабайт оперативной памяти, поскольку таблица хранится в ней, в этой самой оперативной памяти. И оказывается, что при том условии, что у нас используется только 12 признаков, мы используем при обучении, мы можем использовать в этом случае только до пяти интервалов для каждого признака. Представляете, да? Вы делаете дискретизацию вещественных значений всего лишь в пять значений. Ну, получается, конечно, качество будет падать. Вопрос, на сколько? Здесь, собственно, приведен пример. Значит, голубая кривая — это финальный алгоритм, обученный нормально, без дискретизации. Все три остальные рок-кривые — это различные модификации этого БДТ-формата. И, собственно, если вы поиграете дополнительно с самими интервалами, с количеством интервалов и с их границами, можно добиться зеленой рок-кривой, которую, собственно, мы и получили. Видим, что у нас качество может проседать примерно на 1%, в зависимости от региона, конечно, по true positive rate. Вспоминаем, что при отборе случайным лесом мы получали прирост 3%, здесь 1%. Ну, то есть, в принципе, случайный лес может хорошо помочь в этом случае. Матрикс.нет в своей основе содержит обливиус, решающий деревья. Пару слов о том, что это такое. Собственно, наше пространство будет делиться ортогональными плоскостями на какие-то регионы. И каждый регион будет ассоциирован, собственно, с листом деревя. Чем хороша такая структура? В этом случае при операции предсказания у нас нет условных переходов, и мы можем использовать очень эффективно битовые операции. По факту получается, что если вы используете обливиус структуру деревьев, то у вас процесс предсказания уже сам по себе будет быстрее, чем предсказание обычными деревьями. Но этого нам тоже не хватило, поскольку у нас несколько тысяч деревьев было обучено. Поэтому мы придумали следующую идею. Почему мы должны брать эти тысячи деревьев? Может быть, мы можем найти сто из них, которые нам могут дать то же самое качество. Ну, собственно, что мы будем делать? Мы будем жадно на каждой итерации выбирать очередное дерево из нашего ансамбля, таким образом, чтобы оно у нас минимизировало функцию потерь, представленную на слайде. При этом структуру дерева менять не разрешается, естественно, но разрешается менять значение в листьях. Ну и, соответственно, мы берем дерево, можем поменять значение в листьях, минимизируя данную функцию потерь, выбираем самое лучшее из них. В данной функции потери видно, что мы используем логистическую функцию потерь, экспоненциальную. Значит, это сделано специально для того, чтобы мы штрафовали больше, если мы пропускаем неинтересные столкновения. Фактически это сделано, это продиктовано самой постановкой задач, что неинтересные мы не хотим пропускать. Данный подход себя очень хорошо показал на практике. Значит, здесь розовая кривая — это исходный алгоритм. Голубая теперь — это попруненный, собственно, алгоритм, где у нас из нескольких тысяч деревьев мы выбрали 100 деревьев. Видно, что в регионе 2500 столкновений в секунду в некотором диапазоне у нас качество находится на том же самом уровне, что и у исходной модели. При больших числах false positive rate, когда у нас пропускная способность 4000 столкновений в секунду, мы видим, что модель все-таки проигрывает. На самом деле на этом история не заканчивается. Естественно, после того, как вы подготовили финальные модели с ускоренными предсказаниями при ваших экспериментах, естественно, нужно тестировать в среде самого эксперимента. И после тестирования в среде самого эксперимента в итоге решено было все равно использовать формат BBDT, Banzai Boost Edition 3. И результаты следующие. Значит, голубые здесь столбики — это эффективность, собственно, доля прошедших интересных столкновений для триггерной системы, которая работала при предыдущем запуске коллайдера. Желтый — это, собственно, наша модель, которая сейчас работает в текущем запуске коллайдера на эксперименте LHCB. Если мы рассмотрим, например, первый распад, то мы увидим, что прирост качества у нас произошел на 50%. Как можно себе это интерпретировать? Если мы хотим получить одинаковые физические результаты, одинаковую достоверность, открытие, то для этого результата старая система должна, например, была работать 3 года сбора данных, чтобы собрать эти данные, но для новой системы достаточно было бы собрать данные за 2 года, и мы бы получили одинаковый физический результат. И напоследок, как я и обещала, пару слов о том, как сейчас машинное обучение используется на аппаратном уровне, а именно в аппаратном триггере. Здесь используется сейчас быстрая программируемая электроника. Что значит программируемая? Программируемая означает, что вам не нужно сначала разработать алгоритм, а потом под него разработать электронику, спаять ее и использовать. Нет, это означает, что вы можете в любой момент перепрограммировать ваше железо таким образом, чтобы отбирать то, что вы хотите. Например, если мы увидим подозрение на то, что у нас есть Higgs, мы берем, перенастраиваем наш триггер таким образом, чтобы он ориентировался на данный диапазон масс, на то, что мы ожидаем, и перепрограммируем, значит, это в железе, и, соответственно, потом делаем открытие. Такая электроника называется FPGA, или на русском называют программируемая пользователем вентильная матрица. Почему названа так? Все очень просто, потому что основной ее логический блок это, собственно, логические матрицы, булевые матрицы. Значит, у нас есть входы-выходы на левой картинке, это большой прямоугольник. Значит, желтым представлены на этом же графике электронные ключи, которые обеспечивают связь между элементами, и, собственно, черненькие маленькие квадратики это сами логические блоки, логические матрицы. Справа представлена более развернутая схема, пример того, как FPGA выглядит. У вас есть три входа X1, X2, X3, есть один выход F. И, соответственно, у вас есть три различные матрицы, логические матрицы, реализующие логическое и логическое, или и сумму. И с помощью электрических ключей вы перенаправляете входы таким образом, чтобы они перенаправлялись, собственно, туда, куда вам надо, а в данном примере конкретно на логические наши матрицы. Как же это чудо используется? Ну, просто. Например, в эксперименте CMS, про который вам рассказывал Федор, упоминание делал, значит, в нем на аппаратном уровне, в мионном триггере пытаются реконструировать поперечный импульс частиц. Решается, собственно, задача регрессии, решается она решающими деревьями, и, значит, команда показала, что решающие деревья дают качество восстановления вот этого поперечного импульса на аппаратном уровне лучше, чем тот метод, который применялся при предыдущем запуске коллайдера, а именно использовался метод максимального правдоподобия. Что делается дальше? Они делают тоже дискретизацию, соответственно, тесты с дискретизациями проверяли, они дискретизируют, значит, наши признаки, которые мы используем в обучении, и в результате они имеют, собственно, таблицу значений, предпредсказанную, а именно lookup table, и эту матрицу, собственно, перекладывают на FPGA. Ну, казалось бы, все очень просто, но понятно, что вот такими логическими блоками, а ограничения у них на самом деле на вход 4-5 всего лишь, большую матрицу очень сложно программировать. Дельное искусство, чем люди занимаются. Ну, подведем итог. Я вам рассказала о том, как сейчас машинное обучение используется в массивных онлайн-системах, а именно в триггерных системах. Мы немного поговорили о специфике данных и также я вам рассказала о том, как сейчас активно используются решающие деревья, в том числе и на аппаратном уровне, а именно проводится дискретизация и конвертация, собственно, наших решающих деревьев в таблицы значений, в lookup table, которые, собственно, используются, например, в аппаратном уровне. На этом история не заканчивается. Если вам все это очень интересно, у вас есть силы, время, а главное — желание, и вы хотите пощупать эти данные, то мы для вас подготовили кегл-соревнование. Значит, оно доступно по ссылке. Вы можете ее сейчас не фотографировать и не переписывать, поскольку если не наступит все-таки конец света, то вам сегодня на почту, с которой вы регистрировались на это мероприятие, разошлют письмо с приглашением принять участие в соревновании. Соответственно, ссылка там будет. Что вам нужно сделать? Вам нужно построить, собственно, триггерную систему, о которой я вам сегодня рассказала. Но у вас вместо ограничения на скорость предсказания есть ограничения на время, за которое вы должны успеть эту систему построить. А именно соревнования проводятся до 2 октября. И после этого 8 октября на тренировках по машинному обучению, которые проводят Петя Ромов, отдельно про эту информацию тоже вам сообщат, будет проведен, собственно, обсуждение ваших решений. Что вам дано? Вам даны симулированные данные, даны для шести распадов, помеченных как интересные, также просимулированные столкновения, которые помечены как неинтересные. Опять напоминаю, у вас датасет представлен как набор всех вторичных вершин для всех столкновений. А в систему, собственно, Kaggle вы должны отправить решение, которое будет содержать предсказание, вероятность того, что данное столкновение интересно. Повторяю, предсказание не для вторичной вершины, а для целого столкновения. Что дано? Даны те признаки, про которые я вам говорила. Собственно, даны инвариантная масса, скорректированная масса, поперечные импульсы родительских и дочерних частиц, даны расстояния, которые пролетели, расстояние от треков до первичной вершины. В качестве метрики используется, естественно, площадь под рог кривой, но используется площадь под всей рог кривой. Не в маленьком диапазоне, а во всем диапазоне. Необходимо об этом помнить. И важное замечание, что обучающая выборка содержит колонку весов для того, чтобы, собственно, вклад от каждого распада в рог кривую, когда вы будете ее считать, был одинаковый. Обязательно используйте их при кросс-валидации и при обучении, иначе качество у вас будет не соответствовать тому, что вы будете видеть на лидерборде. В том числе эти веса вы можете использовать для того, чтобы определить, какой тип распада соответствует этому столкновению. Ну, собственно, выделить шесть различных столкновений. Что можно пробовать? Конечно, можно пробовать много чего. Пробуйте разные модели, играйте с решающими правилами, как вы будете конвертировать предсказания на вторичных вершинах предсказания для столкновения. Можно пробовать иерархическое обучение. Например, используя количество треков, вам дано, что два трека в вершине содержат три или больше. Конечно, нужно пробовать чистку данных изначально, поскольку, собственно, предупреждаю, данные действительно зашумлены, разметка зашумлена. И, конечно же, мы ждем новых идей, новых предложений и ваших решений. Участвуйте в соревновании. Всем спасибо за внимание. Таня, спасибо большое. У нас есть время для нескольких вопросов. И первый вопрос от зрителя онлайн-трансляции. Михаил Креницкий спрашивает. Вспоминая о том, что физика высоких энергий — это всегда наука, содержащая в себе exploration, если фильтруются события в отношении примерно миллион к единице, как можно гарантировать, что не отфильтровано слишком много, что не потеряли что-то интересное? Имеется в виду не качество модели машинного обучения, а проск чего-то, чего мы не искали. Новая физика, не на которую нацеливается, собственно, эксперимент. Во-первых, фильтруется все-таки не один к миллиону. Я как сказала, из 40 миллионов выбирается 2000. Все-таки порядок немножко отличается. Это первое. И да, естественно, мы можем потерять физику. Такое происходит. Мы всего не знаем. Как говорил Владимир, мы должны выбирать, что мы ищем. Если бы мы знали заранее, что мы ищем, в каком регионе, мы бы просто взяли, посмотрели туда и увидели. Такого нет, поэтому нам приходится чем-то жертвовать. А именно мы заранее говорим, какие гипотезы мы хотим проверять, какую физику мы хотим искать, какие распады. И поэтому, да, мы теряем. Если мы не увидим физику, которая считается наиболее подходящей на роль кандидата, мы переключаемся на другую модель. Соответственно, выбираем другой диапазон масс, например, в котором мы будем искать ту или иную частицу. Собственно, вот момент тот, что я говорила про быструю электронику, он как раз хорош тем, что если мы подозреваем, что есть другая какая-то физика, то мы можем перенастроить наш триггер, таким образом, чтобы уже отбирать те столкновения. То есть если у нас возникают в процессе анализа первичного данных какие-то подозрения, мы меняем наши алгоритмы в онлайне и отбираем другие столкновения. Да, происходит. Спасибо. Еще вопросы? Сюда микрофон. Спасибо за рассказ. Может быть, я что-то пропустил в порядке шагов, но мне не очевидно, зачем нужно было прунить число деревьев, если вы в итоге весь ваш ансамбль переводите в матрицу, размерность которой зависит исключительно от числа входных фичей. Казалось бы, время доступа в lookup table не должно зависеть от числа деревьев. А вы считываете предсказания в этом lookup table статически? Окей. Это было два разных подхода. Первый подход — это, собственно, преобразовывать, делать дискретизацию, преобразовать в lookup table. Второй подход — это не делать дискретизацию, а использовать нормальные предсказания деревьями. То есть мы просто... Либо мы используем lookup table предпросчитанную, либо мы предсказываем стами деревьями наше столкновение. Но в lookup table у тебя на самом деле тоже не так все просто, потому что тебе нужно дискретизацию делать. То есть чтение из таблицы, да, это один такт, но нужно еще делать... Время нужно на дискретизацию. Естественно, да. Еще вопросы? Пожалуйста, сюда. У меня еще есть вопрос. Большое спасибо за рассказ. Мне кажется, эту половину сала волонтеры любят больше, чем эту. Что у вас с той половиной? Тут было сказано несколько слов про то, что для обучающей выборки использована симуляция, симулированные события физики... Встаньте, пожалуйста. Да, хорошо. Физики элементарных частиц — это Монто-Карло-генераторы. Монто-Карло-генераторы, ну, их большое количество, они очень сильно друг от друга отличаются. И, в общем, несмотря на то, что они базируются на более-менее одинаковые стандартные модели теории возмущения, все равно результат, который дают различные Монто-Карло-генераторы, очень сильно друг от друга отличаются. Вопрос заключается в том, отличаются ли критерии отбора, которые формируют алгоритм машинного обучения в зависимости от Монто-Карло-генератора, используемого для формирования обучающей выборки. Что происходит со всей этой историей, в смысле с машинного обучения, в том случае, когда у нас вместо свинца, вместо протонов начинает летать свинец, иона свинца. И что происходит с алгоритмами машинного обучения, в том случае, если мы меняем различные критерии отбора, то есть каты на события. В Монто-Карло-генераторе для формирования событий, для моделирования событий накладывается дополнительный критерий отбора, для того, чтобы генерировать именно то событие, которое нам интересно. Понятно, что большая часть критериев отбора у нас достаточно жестко фиксированы в зависимости от топологии процесса, в зависимости от кинематики процесса, который мы хотим получить, но все равно какая-то свобода у нас остается, и все равно есть какие-то параметры, которые мы можем менять. Соответственно, меняется ли эффективность машинного обучения в зависимости от этих критериев? Отвечаю на первый вопрос по поводу Монто-Карло-генератора. Да, естественно, все это зависит. В том примере, о котором я рассказывала, использовалась официальная Монто-Карло, собственно, эксперимент LHCB. Естественно, подгонкой параметров самого Монто-Карло занимается специальная группа, очень немаленькая, естественно, алгоритмы будут сильно зависеть. То есть, если мы просто взяли один генератор, на нем обучились, затем взяли другой генератор и применили обученную модель туда, то, скорее всего, качество будет варьироваться. Все зависит от того, насколько, собственно, отличаются распределения. Если распределения, в принципе, очень похожи, того, что мы симулируем, то мы можем применять спокойно. Если нет, то, естественно, у нас будет какой-то скейлинг-фактор, который нам будет либо портить, либо, наоборот, может быть, качество будет выше. Дальше насчет критериев отбора. Ну, собственно, вся проблема, ну, не вся проблема, одна из проблем физики высоких энергий в том, что мы на самом деле делаем последовательное обучение и последовательный отбор наших столкновений. означает, что мы, значит, было исходное множество, мы, значит, обучили какой-то алгоритм делать какую-то вещь, отоптимизировали его, сделали отбор, и дальше мы оптимизируемся, учим следующий алгоритм на тех данных, которые мы отобрали. Естественно, это все неэффективно. По-хорошему нужно брать там исходные все данные, на них строить одну хорошую модель, которая нам будет оптимизировать вообще весь поток. То есть по-хорошему у вас есть несколько алгоритмов машинного обучения друг за другом, и вы всю цепочку одновременно оптимизируете. Но это очень сложно. В том числе на этапе триггеров это вообще в принципе сложно. То есть если мы там увидим что-то, потом частицу какую-то, мы можем что-то перенастраивать. То есть для меня пока вопрос этот открыт. Как мы можем делать всю цепочку анализа оптимальным образом? Мало того, у нас ограничения с точки зрения того, что мы можем записывать на диск, что нам сейчас доступно. И вообще все это очень сложно. Я упоминала про алгоритмы реконструкции. Это на самом деле не так просто. Запускается много разных алгоритмов. Этот процесс небыстрый. Там идут свои отдельные оптимизации. И естественно, ваш алгоритм машинного обучения очень сильно завязан на исходную процедуру, как вы сводите хиты детектора в треке, как вы восстанавливаете частицы. И в моей практике собственно этот процесс мы и наблюдаем. Если мы изменяем процессы реконструкции, хотя бы даже, не генератор, не говоря о начальном отборе, а просто изменяем процессы реконструкции, мы уже видим другие результаты. Здесь вопрос даже не скорее в том, что применима ли модель. Она скорее всего будет неприменима. Или качество будет иметь хуже, чем потенциально мы можем получить. Вопрос в том, как мы можем модифицировать одновременно наши алгоритмы предотбора, алгоритмы реконструкции, таким образом, чтобы машинное обучение пыталось вытащить из того, что мы восстановили, больше информации. То есть получить выигрыш модели не на текущем маленьком кусочке, а в целом пайплайне. Как-то так. Вопрос открыт. Все сложно, нормально оптимизировать в принципе мы не можем. Мы говорим, что да, с какой-то точки зрения наша модель оптимальна, в том процессе, в котором мы делаем, она оптимальна. Если мы будем процесс анализа делать в принципе по-другому, то да, мы получим что-то другое. И главное, непонятно, как оценить результаты того, как мы тут изменим сильно триггерную систему, что у нас качество увеличивается на 3% или на 1%, как оно повлияет потом на физический результат. Потому что если вы помните, что говорил Владимир, у вас есть систематическая, статистическая погрешность, которая, может быть, иногда вам вы улучшили алгоритм машинного обучения, но это никак не повлияло, потому что у вас систематическая ошибка плюс-минус 50%. И вам ваше улучшение на какие-то доли ничего не дало. Поэтому, собственно, использование машинного обучения физике высоких энергий, собственно, оно сложное в плане того, что вы вроде как улучшили, а потом оказывается, что вы ничего не улучшили. С этим как-то надо жить, мириться, думать, как изменять сам процесс анализа данных во всей структуре эксперимента. Хорошая метафора жизни, что-то улучшили, но... Следующий вопрос, пожалуйста. На самом деле у меня был вопрос, схожий с тем, что задал из интернета, но более конкретно. То есть те события, которые у вас не заложены в симуляциях, можно каким-то образом, тем не менее, как бы их не пропускать? То есть пользовались алгоритмами, кластеризацией, вообще можно их использовать? Есть такой опыт в этих данных? Это первый вопрос. Второй вопрос касается, вы сказали, что решающие деревья лучше максимального правдоподобия на каких-то задачах. Можно ли это как-то интерпретировать? Потому что алгоритмы максимального правдоподобия иногда дают оптимальный результат, часто дают оптимальный. Вот почему так происходит? Отвечая на второй вопрос. По поводу максимального правдоподобия. Здесь пример был максимального правдоподобия, когда мы восстанавливаем поперечный импульс. Например, в эксперименте LHCV используется тоже метод максимального правдоподобия при идентификации частиц. Что это означает? На самом деле вы выписываете функцию правдоподобия, которая зависит, например, от таких характеристик, как ваш момент, поперечный момент, псевдобыстрота, может быть что-то еще. И в этом случае вы заранее закладываете то, какая у вас зависимость есть. Естественно, деревья могут восстановить очень сложную зависимость, которая не описывается формулой. Поэтому, собственно, и решающие деревья, как мы в этом примере группа из CMS увидела, что решающие деревья аппроксимируют лучше ту зависимость переменных, которая у нас есть. По поводу первого вопроса. Значит, если вы ищете конкретно для топологического триггера, если вы не заложили в симуляцию какие-то другие возможные распады, топологический триггер, в принципе, способен отбирать другую новую физику, если структура распада остается той же самой. То есть мы затачиваем наш триггер на то, чтобы он отбирал именно распады B и D мизонов во что-то. Нам неважно во что, в принципе. То есть кинематический разброс, тот диапазон масс, который мы ищем, он достаточно широкий, поэтому он способен это обрабатывать. Собственно, отдельный вопрос, как разрабатывать инклюзивные триггеры, которые работают для широкого диапазона. Не обязательно все симулировать. Но, естественно, если у нас есть распады, которые очень сильно отличаются от того, что мы просимулировали, в принципе, идейно они отличаются, естественно, мы их не найдем. Как-то изменить алгоритмы мы тоже, в принципе, не можем. Мы должны знать, что мы ищем. Но это примерно выглядит так, что вы человеку хотите сказать, скажи мне, как выглядит интегральное уравнение, если он интегральное уравнение в жизни не видел. О чем тут можно говорить? Проблема с алгоритмами кластеризации заключается в том, что на этапе триггеров вы… Ну, то есть я таких примеров не знаю. Возможно, в каких-то экспериментах это пытались сделать. Но все осложняется тем, что у вас очень большой поток данных, которые вы должны обработать, что-то там найти. И, в принципе, из-за того, что вы ищете очень маленький, очень низкий уровень сигнала, то кажется, что какие-то алгоритмы кластеризации там просто загнутся. Мы не найдем, что мы ищем. Мы не сможем найти. Нужно сначала почистить эту выборку каким-то образом. То есть если мы предобработаем данные хорошо, то тогда можно пытаться искать какими-то продвинутыми методами что-то.